Запустили уникальный музейный проект. В Саратове искусствоведы презентовали новую выставку памяти композитора Шнитке. Все экспонаты несут в себе культурную и историческую ценность. А площадку для выставки выбрали, поскольку Саратовская область является родиной знаменитого композитора. Подробнее о новой экспозиции в сюжете Екатерина Ковальчук. Он запомнился мне сомневающимся. Я считаю, что музыканты гениальное качество. Альфреда Шнитке авангардистом музыки называли еще при жизни. В течение искусства 21 века отражено и выставки, которая посвящена композитору. Это не просто экспозиция, это художественный проект. Помимо экспонатов в залах установлены мультимедийные элементы. Не выходя из стен музея, можно послушать сочинения Альфреда Шнитке в исполнении Юрия Башмета, а также узнать о личности композитора от признанных мировых и отечественных деятелей искусств. Эта идея реализуется и стартует действительно в Саратовской области, на родине великого известнейшего музыканта, композитора. Я считаю, заслуживает особого внимания. Безусловно, в Саратове, в Саратовской области чтят имя Альфреда Шнитке. Вы знаете, что у нас и областная филармония носит его имя, и музыкально-эстетический лицей в городе Энгельсе, где дети уже с малых лет начинают изучать основы музыкальной культуры. Идея создания этой уникальной выставки принадлежит заслуженному культурному деятелю Михаилу Брызгалову. За несколько месяцев работы организаторы экспозиции Шнитке рассматривали несколько мест ее расположения. Вначале хотели открыть выставку на родине композитора в Энгельсе, но позже деятели искусств все же решили занять одну из площадок в Саратовском музее имени Радищева. Долго спорили, мы долго не понимали о том, какая она должна быть, но вот выставка получилась, непростая была работа. Непростая, потому что и Шнитке, человек, личность противоречивая. И группу, которая работала, тоже каждый хотел показать свое, это нужно было как-то все свести, чтобы получилось до последней минуты, до вчерашней ночи спорили о том или о ином расположении. Ну, пришли, ну а теперь пусть отсюда дает публика. На уникальной в своем роде и пока единственной в России выставке памяти композитора Шнитке собрали более 200 различных экспонатов. Личные вещи, книги, черновики, рукописи и фотографии. Это особый мир, который поможет понять, каким был выдающийся музыкант. Это не просто очередная выставка, это большой прорыв в какое-то новое искусство или новое какое-то восприятие. Это очень интересная выставка. Выставка Шнитке в Радищевском музее будет работать ежедневно до 25 января, а после эта уникальная экспозиция будет показана в выставочных залах Москвы и немецкого Гамбурга. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.